Сегодня в России объявлен общенациональный день траура по погибшим пассажирам Ту-154, который потерпел крушение на Черном море. По последним данным, на борту находилось 92 человека, включая военнослужащих, журналистов, ансамбль песни и пляски имени Александрова и главу фонда «Справедливая помощь» Елизавету Глинку. Они направлялись в Сирию. Вместе со всей страной скорбят и жители города Белореченска. Сегодня в Белореченске прошел митинг, где память о погибших почтили минутой молчания и возложением цветов сотрудники администрации, депутаты, ветераны и белореченская молодежь. То, что произошло вчера, это такая огромная трагедия. 92 жизни, 92 таланта оборвалось. И Черное море, без того Черное, и так онемело и почернело от горя. Так, как и, наверное, не было ни одного равнодушного человека в нашей стране, да и за пределами ее, у которого, конечно бы, не потекли бы слезы после того, когда с экранов телевизора рассказывают об этом нечеловеческом горе. Хочется пожелать, давайте будем беречь себя, беречь своих близких, беречь своих знакомых. Давайте побольше, чтобы у нас было любви, тогда пока еще люди рядом, пока они рядом с вами, они живы, подобрее быть друг другу. Каждый, пришедший сегодня вечером к администрации, мог выразить свои чувства по поводу произошедшего. Разрешите прочитать свое стихотворение, которое я написал сегодня. Они ушли в бессмертие, и вновь трагедия под Сочи, их жизнь по чьей-то воле стала вдруг короче. Из 92 никто не выжил, но смертный крик весь мир услышал. Погиб прекрасный хор страны, военные, отличные сыны, ушли в бессмертие артисты, а вместе с ними журналисты. Самолет Ту-154, на борту которого находились 92 человека, направлялся на российскую авиабазу в Сирии. Через несколько минут после взлета самолет потерпел крушение в Черном море. Среди погибших пассажиров артисты ансамбля имени Александрова, общественный деятель Елизавета Глинка и наши коллеги, журналисты федеральных телеканалов. Сегодня по всей стране прошли траурные мероприятия в память о жертвах катастрофы, а из эфира российских телеканалов сняты развлекательные программы и рекламы. Отменены все новогодние представления. Никакие слова не способны в полной мере передать чувства, которые испытывают сегодня россияне. В том числе и мы, сотрудники телерадиокомпании. Остается только зажечь свечу памяти вместе со всеми и мысленно дать клятву, честно исполнять свой профессиональный долг. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!